Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут доктор Нилс Душек. Я гражданин Германии и разработчик препарата Biluron. В настоящей презентации вам хочу рассказать несколько слов о истории возникновения препарата Biluron, о его механизме действия и о возможностях употребления его в ежедневном процессе. За ошибки в моем русском языке извиняюсь, но постарался чем лучше изучить и освоить русский язык, препарат Biluron. Это, можно сказать, ортомолекулярный препарат и производится в Германии. Производителем есть моя компания, компания Gramer Revit и производим Biluron для Coral Club International. Билурон считается торговой маркой Coral Club International. Препарат Biluron относится к группе биологически активных добавок к пищи. Не считается лекарством. В состав Билурона входит комплекс гиалуронной кислоты вместе с хондроитином, как ударное вещество, инвертный сахар для хранения, витамин E, как антиоксидант, калиум-сорбат, как конзервант, и вода. Вода структурирована. Сначала несколько слов об истории препарата Biluron. Разработки его начались уже 20 лет тому назад. Дальше. Как всегда в медицине, первые эксперименты с гиалуронной кислотой в поисках эффективной формулы были сделаны на мышах и крысах. После того мы прошли на экспериментальную базу с более крупными животными, с собакой и лошадью. В итоге в 2000 году мы закончили успешно испытания на лошадях и год позже испытания на добровольцах-спортсменах. Результаты эти покажу в следующих слайдах. И в 2013 году завершили одну из последних регистраций препарата на основе гиалуронной кислоты под названием Biluron в России. Дальше. На следуючем слайде показаны результаты лечения хромоты у лошадей. Эфективность лечения после одномесячного приема гиалуронной кислоты оценивали вед врачей. И здесь следуючие результаты. У 38% лошадей было улучшение, у 52% было значительное улучшение. Это все в сравнении с другими терапевтическими процедурами. Без изменений осталась группа 10% лошадей. То значит, что здесь получается для улучшения и значительного улучшения 90% результат. Ухудшение хромоты не показано ни у одной лошади. Дальше. Похожие результаты мы получили и у людей. Как видно в слайде номер 8. У спортсменов это был хоккей и маратон, где у 35% больных было улучшение и 65% значительное улучшение. Ухудшение или без влияния не было у группы людей. Мы поэтому спрашивали, почему этих 10% было у лошадей и обнаружили при последующей проверке материалов, что там был значительный эффект ошибочной диагностики. Дальше. Теперь несколько слов к компонентам, с которых состоит билурон. Дальше. Основным компонентом билурона является гиалуронная кислота. Гиалуронная кислота это, что касается химической структуры соединения огромного количества полисахаридных единиц, которые имеют большую молекулярную массу. Эта большая молекулярная масса это одна из причин, почему очень тяжело всасываются химические составы с похожей структурой. Гиалуронная кислота имеет одну из главных функций в организме это привязка воды. В том же самом плане и привязывает воду и делает основный компонент синовиальной жидкости. Но как единственный компонент билурона имеет гиалуронная кислота в отличии к хондроитину и остальным и регуляторные свойства потому что сможет привязываться на собственный рецептор и регулировать рост и размножение хондроцитов. Дальше. Необработанная гиалуронная кислота имеет очень тяжелое всасывание в кровь как видно здесь на следующем сайте. Это красная палка в середине это стенка кишечника через которую эти длинные молекулы очень-очень тяжело проходят и в процессе прихащения они разцепливаются на моносахариды. то значит в итоге в крови уже не найти гиалуронную кислоту. Таким же образом можно кушать и белый сахар. Результат будет тот же самый. Нашей задачей было посмотреть как можно повлиять на структуру химической молекулы гиалуронной кислоты чтобы прохождение через кишечник не помешало ей биологической активности как гиалуронной кислоты целиком. Дальше. Как я с начала уже сказал результатом выше 270 экспериментов было обнаружение определенной optimальной молекулярной структуры гиалуронной кислоты которая позволяет проходить через кишечник целиком в цепах различной длины которые в состоянии после прохождения опять соединиться в готовую длинную гиалуронную кислоту говорим о так называемом процессе ресинтеза. Вот эта гиалуронная кислота которая таким образом изменена и проходит через кишечник она находится в препарате билурон. Дальше Следующим компонентом это хондроитин сульфат Хондроитин сульфат является очень важным структурным компонентом хрящей и хрящевого матрика хрящевого в разнице гиалуронной кислоты хондроитин сульфат является чисто стройматериалом он не имеет никаких биологически регуляторных свойств как гиалуронная кислота гиалуронная Следующим компонентом это инвертированный сахар инвертированный сахар мы включили в наш препарат сначала чисто как консервант но он химически состоит из равных долей глукозы и фруктозы но показалось в поздних работах что он не только консервант но и как источник энергии для хондроцитоз и как стройматериал для собственного производства гиалуронной кислоты в организме дальше эти два главные компоненты гиалуронной кислоты и хондроитин они в нашем препарате вместе связаны ковалентной связкой во форме гиалурон хондроитинного комплекса здесь на картине видно вот темная это хондроитинная структура и хондроитинная доля и белая это гиалуронной кислоты в комплексе после прохождения кишечником в кров приходят транспортными белками на капсулу сустава и проходят через капсулу в суставную жидкость в этом моменте прохождения разделяется гиалуронно-хондроитинный комплекс и отдельно проходит гиалуронная кислота которая накапливается в жидкости сустава и отдельно проходит хондроитин и хондроитин используется в хрящи как стройматериал дальше здесь на картинке видно здоровый сустав который состоит из костей хрящи это желтые суставные капсулы зеленые и сыновиалные membrаны которая ограничивает сыновиалную жидкость основным компонентом этой сыновиалной жидкости здесь синер это гиалуронная кислота дальше здесь на следующей картинке видно тот же самый сустав изменен в процессе артрозы главным характеристиком больного сустава это то что убивает хрящи и что капсула становится более толстой в сравнении с здоровым суставом дальше в процессе наших разработок мы хотели объяснить для себя механизм действия гиалуронно-хондроитинного комплекса который находится в препарате белурон поэтому мы взяли гиалуронно-хондроитинный комплекс и маркировали его радиоактивным маркером и смотрели его разделение в организме показалось что уже в лимфу после приема проходит через 15 минут и до двух дней может состоять в лимфе пока не проходит в сыновиальную жидкость то это прохождение в сыновиальную жидкость начинается 24 часов после приема в сыновиальной жидкости он связывается с рецепторами клеток хряща хондроцитов и стимулирует таким образом выработку собственной эндогенной гиалуронной кислоты это покажем на следующих слайдах дальше что творится в суставах в процессе артрозии в течение приема билурона до приема гиалуронно-хондроитинного комплекса находятся в суставах разрушенные хрящовые клетки вот желтенькие и в жидкости суставной жидкости сыновиальной находятся гиалуронная кислота но она частично изменена из-за процесса воспаления который в суставе произошел то значит гиалуронная кислота здесь минимум поскольку здесь минимум гиалуронной кислоты она не способна привязываться на рецепторы хрящовых клеток и так регулировать их действие рецепторы это те стрелки которые видны из желтых клеток дальше с момента первичного приема билурона начинается в организме процесс насыщения гиалуронной кислотой то значит мы приводим изнаружи гиалуронную кислоту которая накапливается в сыновиальной жидкости тем же образом сыновиальной жидкости уже два варианта гиалуронной кислоты первоначальная которая была изменена воспалительным процессом и здесь видно желтенькая которая в препарате билурон таким образом повышается концентрация гиалуронной кислоты и при определенной концентрации начинает привязка гиалуронной кислоты на собственный рецептор этот рецептор это специфически для гиалуронной кислоты который на поверхности хондроцитов и он после привязывания гиалуронной кислоты активизируется это значит красным цветом здесь показано активированный рецептор позволяет клеткам размножение пролиферацию и выращивание новых клеток в хрящи в том же часе идет и во время приема идет и повышение концентрации хондроитина который накапливается в жидкости но он пока еще без определенных свойств потому что хрящевые клетки они не могут его перерабатывать и внести в матрикс поскольку они не активированы только после активации гиалуронной кислоты смогут хрящевые клетки перерабатывать хондроитин в виде стройматериала чтобы сделать новые слои хрящи дальше здесь видно состояние сустава после приема билурона после 30-дневного приема характеристически есть что там произошло благодаря активации рецепторов CD44 произошла пролиферация хондроцитов то есть размножение хондроцитных клеток эти нормализируют свой метаболизм и способны уже сами вырабатывать гиалуронную кислоту так как в здоровом суставе значит теперь уже появляются у нас три вида гиалуронной кислоты первоначальная гиалуронная кислота которая при воспалении уже была в суставе после того экзогенная желтая которая в препарате билурон и как результат оздоровления появляется третья форма эндогенная гиалуронная кислота которую выпускает организм себе сам дальше на следующем слайде показана постепенная возможность восстановления сустава после регулярного приема билурон вплоть до того что заканчиваются воспалительные процессы и обновленная синовиальная жидкость позволяет суставам без огромной боли движения на следующих двух слайдах более схематически показан еще раз процесс восстановления хрящевых клеток после приема билурон дальше на слайде номер 25 видно как меняется динамика и содержание гиалуронной кислоты в жидкости суставов во время и после приема билурона на первой неделе когда начинается процесс приема гиалуронно-хондроитинного комплекса в начале находим в суставной жидкости только воспалительную гиалуронную кислоту постепенно с ежедневным приемом билурон накапливается экзогенная гиалуронная кислота здесь красный цвет этот процесс накапливания идет до конца приема на 30-й день в определенный момент есть накапливано уже такое количество гиалуронной кислоты которая позволяет привязку на рецептор CD44 это где-то в пределах третьей недели приема с того момента начинает организм сам выделять еще эндогенную гиалуронную кислоту интересно что в четвертой неделе когда процесс приема уже закончен идет растет эндогенная дальше эндогенная продукция гиалуронной кислоты и так же самое на пятой шестой седьмой неделе до достижения биологического определенного максима и без последующего приема гиалурон дальше теперь несколько слов о принимании гиалурона в процессе влияния и ухаживания за суставами на следующем слайде номер 27 показан зависимость выработки гиалуронной кислоты от возраста однозначно показано что до 20 лет организм способен вырабатывать себе гиалуронную кислоту в полном объеме после 20 выработка производительность гиалуронной кислоты падает и 60 летний имеет уже столько лишь 10 процентов выработки гиалуронной кислоты которая ему нуждается это однозначно доказано что организм надо субституировать изнаружи гиалуронную кислоту потому что как только упадет концентрация пониже активирование рецептора CD44 восстанавливаются и процессы оздоровления в суставах гиалурон предназначен не только для больных но и для здоровых людей в первой очереди это мы в течение последних 10 лет накопили ведомство где можно применять гиалуронно-хондроитинный комплекс это у детей здоровых детей в фазе роста у спортсменов когда у них идет или перегрузка или профилактически до нагрузок и соревнований и у пожилых людей возрастный износ произошел можно восстанавливать опять назад хрящ с помощью билурона и классические применения это артроз и патология межпозвоночных дисков и в последние в последних летах нам мы сделали большой эксперимент в Вьетнаме где нам удалось доказать что с помощью билурона можно в комплексной терапии очень хорошо влиять на подагру суммарно можно сказать насчет билурона что он свое действие полностью направляет на первую причину артроза то значит восстанавливает хрящ поскольку он ортомолекулярный препарат есть полностью без побочных эффектов и можно его подавать и принимать пациентам которые получают разные лекарственные средства пациент должен знать что здесь идет процесс накопления в суставах гиалуронной кислоты и этот процесс длится не меньше 2-3 недель после этого времени мы уже начинаем чувствовать первые улучшения курс повторяется 2-3 раза в год и очень важно надо промешивать во время приема размешивать потому что там идет осадок этот осадок он за счет витамина E и важный и один момент который здесь на слайде не показан что терапевтический процесс двух бутылок надо обязательно закончить то если уже по первой бутылке такое улучшение обязательно надо взять и вторую бутылку весь 30-дневный процесс надо закончить если сравнить наш билурон с другими хондропротективными препаратами за счет того что у нас находится комбинация и гиалуронной кислоты вместе с стройматериалом то значит с хондроитином имеем несколько преимуществ которые в остальных препаратах не находятся самым главным преимуществом есть что мы не только регулируем через receptor CD44 proliferацию хрящевых клеток но и сразу же дадим им стройматериал хондроитин чтобы восстановить хрящ в суставах далшим примуществом билурон можно принимать и профилактический там это нерекомендуется профилактический при инъекции использовании инъекции а он работает и в тяжелейших формах то значит когда основной вопросом есть что было в суставе присутствие каких-то остатков хрящей как например при артрозе степени 4 с которого можно начать восстанавливать потому что при степени 5 там уже нет хрящевых клеток и там даже и билурон не очень поможет билурон разработан и производим в Германии поставляем его в 35 стран мира и под названием билурон теперь и в Россию в следующем показано несколько фотографий с производства производства современной гиалуронная кислота вырабатывана в биоферментах и производственные мощности позволяют делать ежедневно несколько тысяч бутилок билурона без Продолжение следует...